Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня я готовлю кабачки фаршированные с мясной и в перемешку можно добавить рисовой начинкой. Можно по такому рецепту также готовить кабачки с начинкой и с другой крупы. К примеру, это может быть гречка, а из овощей вы можете фаршировать кабачки также овощами. Отлично подойдут сочетания моркови с зеленью, с какой-либо крупой, либо просто этими овощами, а также подойдет грибная начинка. Единственное условие, кабачки обязательно должны быть молоденькие, чтобы шкурка у них была не грубая. Итак, овощи мы промыли. Далее кабачки я нарезаю на кружочки. Вот такие. Вы можете нарезать на любые удобные вам кружочки, но величина, ширина их должна быть примерно одинаковая. Далее серединку кабачков мы вырезаем ножичком и освобождаем ее для фарша. Я убираю серединку вот таким образом. То есть, прохожусь ножичком по кругу и убираю накоть. Вот такое вот у меня получается. Стенки я сильно тонкие не делаю, чтобы был и ощущался и кабачок, когда вы будете кушать. Вот эти серединочки из кабачка не выбрасываем. При желании вы можете их добавить в фарш, измельчив ее. Из трех кабачков у меня получилась целая миска таких вот колечек. Дальше занимаемся фаршем. Фарша у меня 400 грамм. Фарш куриный. Вы можете брать любой фарш. Если его будет недостаточно, вы зрительно увидите, можете смешать его с овощами, либо с какой-либо крупой. Например, рис, как я сказала, или гречка. Далее я беру репчатый лук и нарезаю его на маленькие кусочки. Буду добавлять лучок к фаршу. После того, как лук измельчили, сюда же обязательно натираем морковь. У меня три небольшие моркови. Далее сюда же фарш я буду добавлять несколько листочков базилика. Я их сейчас измельчу. И также зелень. Из зелени у меня зеленый лук, петрушка и укроп. Все это измельчаем и перемешиваем. Сюда же к фаршу я добавляю щепотку соли по вкусу. И молотый перчик. Тоже по вкусу. Также я сюда отправляю буквально 2 столовые ложки риса. Это не обязательно. Рис будет впитывать в себя лишнюю влагу. Так как кабачки будут выделять много сока во время приготовления. А рис как раз этот сок будет вбирать в себя. И сюда же фарш можно добавить серединки из кабачков. Мелко их измельчив. Далее я беру противень и выкладываю в него получившиеся кружочки кабачков. Противень я не смазываю никаким маслом, ничем. Я его буду заливать сверху. Либо у меня в моем случае это будет йогурт, либо сметана, либо просто обычной водой с томатной пастой перемешанной. На ваше усмотрение. И далее фаршем мы заполняем все наши кружочки. Вот так вот ложечкой я заполняю каждый-каждый кружочек. Фарша у нас должно быть немножко больше, чем уровень нашего кружочка. Вот такая красота у меня получилась. Далее я наливаю немножечко водички на донышко. Вода должна покрыть именно донышко. Далее мы берем йогурт. Любой желательно нейтральный. У меня йогурт с ананасом. Со вкусом ананаса. Такое сочетание будет очень хорошее для моего блюда. И вот так вот выливаю йогурт. Жидкостью заполнена у меня форма до половины. И в это время, когда я наполняла кабачки, я включила духовку, разогрела ее до 180 градусов. И сверху я еще немного подсаливаю наши кабачки. И отправляю в духовой шкаф на 40 минут минимум. Ну а чтобы кабачки выглядели еще более аппетитно, я взяла корейскую терочку. И сверху добавляю несколько полосочек моркови. Будет очень вкусно. А сверху я выкладываю еще немного зелени порезанной. И несколько листочков, не измельченных в этом случае, а целеньких базилика. Аромат будет потрясающий. Уже пахнет невероятно. Если у вас есть помидорчик, вы можете также порезать его. Я обнаружила у себя, что у меня остался небольшой помидорчик. И вот эти вот полосочки я разложу по поверхности противня. Между кабачками. За 20 минут перед концом приготовления я добавляю томатную пасту, перемешанную с мукой и с водой, либо же томатный сок. И сверху присыпаю тертым сыром. Прошло 40 минут. И я достала блюдо из духовки. Посмотрите, какое красивое оно получилось. Сверху запеченная корочка сырная. И жидкость была, в которой томились наши кабачки. Когда я ее приправила мукой, она стала такая более вязкая. Это блюдо получается очень нежным и очень легким. И в то же время очень вкусным. Сейчас у нас очень много таких сезонных овощей, а именно кабачков. Поэтому обязательно приготовьте такое блюдо. И вы не пожалеете. Выкладываем такой аппетитный кусочек из кабачка, в серединке которого находится фарш, на порционную тарелочку. И пробуем. Юшка получается кисло-сладкая, немного напоминающая вкус ананаса. А серединка, мясо с рисом и овощами, тоже очень вкусная и восхитительно нежная. Ну, а я вам всем желаю приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии под видео, делитесь этим роликом с друзьями в соц. сетях. Ну, а пока, до скорой встречи. Всем пока!